Когда в середине 70-х родилась моя младшая сестренка Ангелина, наша мама встала в самую длинную очередь Советского Союза. Очередь на получение жилья. Прошло много лет, прежде чем ей дали долгожданную однокомнатную хрущевку в доме на Большевистской. Ну а когда мы с сестренкой выросли и у нас появились свои дети, такого понятия, как очередь на квартиру, вообще не стало. Зато сейчас появились другие дома, другие планировки, та же ипотека. Да и цены перестали расти с геометрической прогрессией, как это было в начале 2000-х. Зато уже второй год идет рост жилищного строительства. О том, как в Прикамье множатся квадратные метры, в очередной программе нашего проекта все по плану. Многие жители Пермского края годами снимают квартиры, только потому, что боятся залезть в ипотеку. На самом же деле ежемесячные платежи вполне соизмеримы с теми суммами, которые квартиросъемщики платят за аренду жилья. Да, ну расскажи, как тебе здесь нормально живешь? Пятимесячные Софьи родители преподнесли шикарный подарок. Молодая семья только что переехала в новую квартиру. Это первое собственное жилье Пескуновых. До этого они 8 лет мотались по съемным квартирам. Но с рождением малышки решили, пора менять жизнь. Решили, что все, хватит платить кому-то, будем платить за свое. Не намного больше отдаем за ипотеку, чем мы платили за съемное жилье. Поселилась семья в новом городе. Так называется только что отстроенный жилой комплекс в Левшино. Современные многоэтажки площадью более 150 тысяч квадратных метров выросли за несколько лет. Последнюю новостройку, в которую и въехали Пескуновы, здесь сдали в канун Нового года. В планах застройщика на новый сезон еще несколько микрорайонов. Квадратные метры активно множатся не только в краевой столице, но и в других районах Прикамья. В 2013 году самым настоящим лидером по сдаче жилья стал Пермский район. К примеру, здесь, в селе Лобаново, было построено сразу несколько добротных многоквартирных домов. Сейчас село Лобаново и селом-то не назовешь. В самом центре новые кварталы, у которых вполне городское лицо. Да и новоселы себя сельскими жителями не ощущают. К примеру, семья Щербининых, которая приобрела квартиру в этом доме на улице Центральной и переехала жить в Лобаново из Перми. Иногда, конечно, бывает такое вот у нас слово, я поехала сегодня в город. Но инфраструктура тоже очень хорошая, вот и спорткомплекс, все. Я не ощущаю, что я что-то потеряла, приехав сюда. Вот они, свои квадратные метры. По словам Зульфии, съемное жилье никогда не давало ей такого ощущения. Ты дома. Когда они с мужем подсчитали, сколько денег выложили за аренду, получилась сумма, равная половине стоимости этой квартиры. Когда приходишь в съемную квартиру, все равно ощущается, что это не твое. Покупать ничего не хочется. Ну нет, поддержишь, уют, конечно, как-то хочется. Все равно же жизнь продолжается, надо как-то жить. Оно свое. Я вот всегда прихожу и говорю, я тебя люблю. Я здороваюсь со стенами. Миллион – не просто красивая цифра. Столько квадратных метров жилья Пермский край ввел впервые за последние 23 года. Так, в 2000-м сдали всего 300 тысяч квадратных метров жилья. Затем не могли перешагнуть планку в 600-800 тысяч. Рост пошел в прошлом году. Нынче построили больше, чем планировали. Регион ввел 1 миллион 4 тысячи квадратных метров жилья. Такую задачу глава региона Виктор Басаргин поставил перед правительством и муниципалитетами в начале 2013 года. Берем на себя обязательство, и вчера по этому поводу говорили, на текущий год взять на себя объемы жилищного строительства 1 миллион 100 тысяч квадратных метров. Цифра очень серьезная. Последний раз мы таких объемов добивались в 1990 году. Сейчас во многих сельских районах рядом с небольшими частными домами вырастают современные многоэтажки. Вот и здесь, в селе Лобаново, в скором времени несколько десятков новоселов начнут осваивать свои квартиры. На улице Центральной строится еще один кирпичный дом. А это значит, что все идет по плану.